Лидеры Евросоюза ищут выход из миграционного кризиса, основное бремя которого пришлось на Грецию. Они проводят в Брюсселе встречу на высшем уровне с Турцией, призывая ее удерживать у себя беженцев в обмен на финансовую помощь. Премьер-министр Ахмед Давут Аглу пожелал также принятия своей страны в ЕС. «Саммит показывает, насколько Турция необходима Евросоюзу и Евросоюз Турции», — сказал он. «На брошено много вызовов, и ответить на них можно только путем проявления солидарности. Я уверен, что мы будем вместе решать наши общие проблемы». Турция готова сотрудничать с Евросоюзом. Турция также готова стать членом Евросоюза. Руководители Евросоюза обещают Анкаре либерализацию визового режима. Они, однако, предупредили, что не закроют глаза на преследование в Турции оппозиционных журналистов. «Сотрудничество с Турцией не означает, что мы во всем с ней соглашаемся и даем все, что она просит», — сказал президент Франции Франсуа Аланд. «Нас весьма настораживают некоторые меры, принятые особенно в отношении прессы. Пресса должна быть свободной везде, в том числе и особенно в Турции». Руководители стран ЕС договариваются о закрытии балканского маршрута беженцев из Турции на север Европы, сохранении свободы перемещения внутри Шенгенской зоны и изменении системы предоставления убежища. «Из-за миграционного кризиса Евросоюз оказался припертым к стене. Он вынужден полагаться на Турцию. Ее премьер-министр посетил Брюссель дважды за последние три месяца, передает корреспондент Евроньюз Гюльсу Малан. Анкара увязывает решение проблемы беженцев с урегулированием сирийского конфликта». Гюльсу Малан, Ероньюз, Брюксель.